Агротехническая экспертиза Учился у нас в понедельник 20-го числа или после дождичка в четверг, температура какая-то там минусовая, такая была прям, ну уже четко, ну все понятно, все экономы, все это знают, что ну однозначно наверняка урожая не будет, либо будет какой-то частичный. И мне в этот же момент, как вы говорите, чтобы не упускать вот это время, мне сразу начинать какую-то проводить исследование экспертизу заранее. Были такие случаи, или можно ли это сделать? Либо это мой извращенный мозг юриста. Ну, скорее всего, да, последнее, потому что все-таки речь идет о урожае, застрахованы не семена, да, застрахован урожай, то есть не попадает под договор страхования раз, а два... Урожай когда это уже будет? Ну вот именно, что урожай именно, а тут и речь идет о семенах. То есть мне получается надо ждать до осени. Ну, понимаете, я что хочу сказать, да, вот природа, вот закон Камонера, известный эколог, природа знает лучше, потому что вы мерзали, то или иное опасное время, это не единожды, не единожды. Вот, например, атмосферный засух, я могу сказать, это 30 суток подряд отсутствие эффективных осадков более 5 мм в сутки, понимаете? Вот, то есть один раз не попадает под термин вымерзания в данном случае. То же самое атмосферный засух. Да, понимаете, мы, почему мы запрашиваем именно суточные показатели, все агрометеорологические показатели суточные, потому что речь идет о днях. Речь идет о днях. Если у тебя 29 дней не было совершенно осадков, а на 30-й пошел, да, не пошло, 20 мм, ты формально не попадаешь под это условие, которое написано в договоре с трахованием. Но, понимаете, эти 20 дней без осадков, оно настолько ослабило состояние, да, что мы придумали термин, не, вот, понимаете, бывают такие вот состояния, когда оно не попадает, но существует пограничное состояние. Мы вот, мы в своих экспертизах используем термин пограничное состояние атмосферной засухи. И мы доказываем. И тут нам приходится рассматривать вегетационные фазы развития сельхозкультур. Вот почему здесь очень важно знания именно агрономические, да, что каждую фазу мы рассматриваем с отсутствием осадков. И говорим, насколько эта фаза важна, чтобы нам получилось, ну, настоящее зерно. Если мы говорим о базимой пшенице, да, вот до какой степени мы доходим. То есть страховая бьется, понимаете, за каждый, за каждый день, за каждый рубль, за каждый цент, чтобы не выплатить, да, фермер, он, конечно, заинтересован в выплатах, поэтому не то, что мы идем навстречу кому-то, мы объективно смотрим состояние сельхозкультур. Ну, потому что вы независимо ни от страховой, ни от какого-либо фермерского хозяйства. Безусловно. Здесь вам была сегодня полезная информация, вы получили, подчеркнули что-то новое для себя. Пожалуйста, обращайтесь, не забывайте, приходите, и мы поможем вам отставить ваши права. Всего доброго, до свидания. Спасибо, Наталья Ивановна. До свидания.